Берите пример со старшего поколения, насколько они интересующиеся всем в этой жизни, насколько они стремящиеся познать новое, насколько эти люди открыты новым знаниям. И то, что вы сегодня здесь, в этом зале, это является еще одним подтверждением того, что жизнь, она многолика, и у нас с вами, у вас есть уникальная возможность что-то еще познать, с кем-то встретиться, и то, что наш университет может вам предоставить эти возможности, мы считаем, важным для себя, как для Московского городского педагогического университета. Время дает слово Динатию Петровичу, вот теперь все в ваших руках. Ну еще разок, доброго здоровья вам всем, то есть надо с каждым из вас как-то устанавливается контакт такой зрительный, эмоциональный. Цель наших занятий, ну кто будет заниматься, это, чтобы вы понимали, как создать свою собственную систему выздоровления. Значит, у нас четыре занятия, и я кратко вот как раз расскажу, что мы будем сегодня делать, да? Первого марта, значит, у нас будет вступление, знание о здоровье человека, второй вопрос, старение организма, что и как происходит, третье, собственная система, оздоровление, как она должна быть, индивидуальная конституция, что это такое, возраст, сезонные годы, ответы на вопросы и лучшие рекомендации. То есть программа, конечно, может несколько раз измениться, потому что, насколько я читал разные лекции, то я знал, что их, ну, людей не столько интересуют там вот какие-то общие вопросы, их интересуют конкретно, что вот со мной, ну, типа консультации. Ну, сделаем несколько консультаций, какие-то вопросы вы зададите для того, чтобы на этих примерах можно было показать, ну, как вести оздоровление самостоятельно. Второго марта, личность человека и методы работы с ней. Второй вопрос, об образовании сознания. Третья, черты характера. Четвертая, методики работы, естественно, сознания. Ответы на вопросы. Работа со словом и узнаваемыми настроями. Третья марта, значит, оздоровительное средство действий и возможности их применения. Что и как применять. То есть, оздоровительное средство это как инструменты. Как вы его будете применять? Когда там надо тополом рубануть? Когда надо, знаете, вот, шкуркой там что-то зашкуривать? Ну, я так примерно просто объясняю, да? Ответы на вопросы. Ну, и простретство очищения доступное к каждому, чтобы вы могли применять дома, да? Четвертая марта, диагностика организма, что и о чем говорить, чтобы можно было судить. А, что со мной происходит. О лечении болезней. Ответы на вопросы. Возможности домашнего омоложения организма. Ну, и какие-то еще. Ну, что, начнем с первого, я для себя наметил, чтобы, знаете, не сбиваться. Это знание о здоровье человека. Сначала скажем. То есть, знание о здоровье человека. Вообще, изучение человека, его здоровье, его, в любом случае, работа организма. Очень благородная и, как бы сказать, полезная наука, которой занимались выдающиеся умы человечества. И они пришли к выводу, что вот познай себя, ты познаешь окружающий мир и можешь в этом мире ориентироваться, успешно действовать, не болеть. То есть, очень мы говорили и о подлинности знаний. Вот я что хочу сказать. Не хочу вот бросить камень в современную медицину. Но, вы знаете, получаются вот такие вот вещи, как человека, ну, можно так сказать, как-то несколько как бы оглупляют для того, чтобы, ну, не знаю, больше каких-то денег, что ли, делать, потому что все пошло на коммерческую основу. Ну, например, раньше, вы знаете, была укропную воду, да? Укропную воду делали, чтобы не болели животики. Оказывается, и сейчас ее делают, но по другим названиям. Такое название, что человек вообще не понимает. Значит, раньше был рентген, прошел сразу вжик-вжик и все. Кто-нибудь из вас сделал из вас МРТ? Делали. Делали, да? Знаете, вот это примерно то же самое в итоге, что и ЛНН. Вам дают снимочек, но, значит, вы находитесь в этой там трубе, лежите, она, знаете, как она работает? Она работает, вот я вас прожду. И так полчаса, если вы делаете себе сканирование шейного отдела. На выходе тот же самый снимок, что и ЛНН. Ну, ЛНН сделайте так, 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 ну, можно еще так. То есть, опять-таки, как бы технологию какую-то внедрили для того, чтобы, ну, побольше денег что ли иметь. И так во всем, куда ни кинься. Ага, допустим, вот, он у меня был больной, знакомый, смысле мой. Он поел, значит, онкологией. Я до этого, значит, читал, что онкологию можно лечить с помощью подъема температуры в бане. Человек заходит в баню, парится и так далее. Значит, когда там что-то у врачей спрашивали, они говорят, вы знаете, нельзя париться, это очень вредно и так далее. И в то же самое время он мне рассказывает, делает укол, который поднимает температуру своего тела для того, чтобы вот эта вот, значит, онкология сгорала. То же самое там насчет яда. Вот эти яды наши хороши, ваши естественные яды, ну, никак не идут. И так далее, и тому подобное. То есть, все как-то построено на то, что человек пришел, и вроде он ничего не может сделать сам. На самом деле, можно очень много сделать. И более того, знаете, если как-то раньше лечение строилось на том, чтобы на основах, как организм работает, на его физиологии, на его особенности. Теперь, я даже вспоминаю Ивана Павлова, может, вы такого знаете, да, академик наш был там делал, он физиолог, он многого там установил, и чисто на опытах исследовал, как работает родительство. Животное, естественно, человека. И вот, когда у него какая-то вышла беседа с медиками, он говорит, слушайте, надо лечить человека вот согласно тому, как работает его организм, как работает его физиология. И ему сказали, знаешь, что занимайся, он, по-моему, своими собаками, и изучай, а в медицину не есть. То есть, вообще подходят с каких-то позиций, непонятных ни физиологии, ни чем. Ну, например, я люблю, чтобы сразу примеры. Например, боль, боль, та или иная, это указание на то, что в организме что-то не в порядке. Надо обратить внимание и выяснить источник боли, какой он имеется. Ну, допустим, голова болит. Голова может болеть от патальных причин, тая или по голове, да, помело вставление, забор у человека, устал, не поспал и так далее, и тому подобное. Что мы видим с телевизора? Next. Раз приняли, боли нет. С одной стороны, на любви хорошо, боли нет. Но процесс-то продолжается, и в конце концов, это все привлекло к тому, что случается нечто более серьезное с человеком. То есть, боли не было, не было. И вот, в простой случай, мой свояка. У него, что там у него, у него болит спина, поясница. Он полный, грузный, он над собой особо не работает, там что-то попробовал, все. Спина болела, значит, ужасно, и вот, обезболивающие, там, таблетки сначала. Обезболивающие таблетки, он, значит, их принимает. А, хорошо, они действуют, знаете, как, допустим, принял, боль ушла, и потом следующая боль накатит, ну, дня через два. Человек, ничего не делая над собой, он принимает, она уже не через два дня, она уже через день, она уже еще. И он ел, 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 потом у кого течение открылось в желудке, и, короче, ясно желудка, его умерли на скорую, он чуть не умер, понимаете? Вот, наснимался боль. Вроде бы подлечили, ну, подлечить могут, это все хорошо, да? Но дальше ничего не сделали, он пришел домой, он уже богится, не принимать лекарства, он, значит, тогда стал делать уколы. И вот опять все это повторяется, уколы, снимающие, значит, боли и так далее и тому подобное. Вот, поэтому, чтобы, будем говорить, ввести оздоровление своего собственного организма, надо, конечно, вообще-то, это, как бы сказать, проблему не следует излишне упрощать, но и не следует излишне ее, умолить, ну, как бы сказать, драматизировать. Да, все у нас можно сделать, если знать, что и как. Поэтому, если опираться на знание, ну, в первую очередь, на работу вашего организма, как он работает, и, можно сказать, поставить его в те условия, в которых он сможет себя восстанавливать, то есть наш организм, вообще-то, система самовосстанавливающаяся, она может себя восстановить. Опять-таки, у меня случаи, буквально такие, на съемках, там, у нас это лечится, там, врач стоит, я стою, и женщина, у которой, значит, помутнение хрусталька. Вот, и, значит, врач ей говорит, что если хрустальок начинает, там, мутнеть, то его сразу надо удалять, и все, новую вставляем, и на этом все закончено. Вот, больше никаких средств, ну, он не существует. А я говорю, до меня очередь доходит, а как вот вы, это лечится или не лечится? Я говорю, да, конечно же лечится, если человек начинает, ну, говорит, заботиться о своих глазах. И вот, в первую очередь, смотрите, вот, до того, как сделана операция, можно многое со своими глазами сделать, вот, для того, чтобы даже отвернуть зрение, и убрать это по таракту. Но если уже сделали вам хрусталик, уже назад нету. И что? Я вижу следующее. Не знаю, как у вас, у нас в Ростовской области. Кому сделали операцию по замене хрусталика, они уходят все в черных очках. То есть, это вот такое последствие. Если сделали операцию жесткого пузыря, они свои будут последствия. Если там сделали еще какую-то операцию, то если человек, как вы сказали, тут у него заболело, делают, ну, можно говорить, вот это у тебя болит, ну, ладно, мы это отрежем. Не болит? Не болит. Но зато начинает что-то другое болеть. И все может быть даже хуже, чем одно пыло. Вот. А это же, а это же, мы говорим, опять-таки, все легко решается, если к этому, значит, правильно подъявить. В первую очередь, это знание той же самой физиологии, как работает арамизм, чтобы опираться не на какой-то там, знаете, вот, это мы сняли, боль, опираться на те процессы, которые могут восстановить организм, то есть создать. И именно я иду по пути, вот этому пути, значит, такая там наука натуропатия, тоже это лечение с помощью народных средств, значит, древние врачеватели тоже исходили из того, как человека лечить, чтобы он, ну, говорит, приобрел целостный организм, какой у него был, кто болезнен. Потому что разные, вот, идут сами названия, уже указывают на то, что используется. Если целить, это значит исцелять и делать организм цельным, как-то болезнен. Если врачевать, оказывается, слово врач произошло от слова врать, что в славянском языке означает говорить, то есть лечение заговора. На самом-то деле, понимаете, как? Слово пациент в переводе означает страдалец. Вот пришел страдалец и начинает с ним, значит, работать. То есть, чтобы можно было опереться на правильное знание, с помощью которого можно было восстанавливать здоровье. Далее. Все мы тут поживые и идем к следующему вопросу. Старение организма, что и как происходит? Старение организма, вот, в первую очередь, это прогрессивная потеря теплоты и высыхания. То есть под старость организм начинает терять теплоту и высыхать. С уменьшением теплоты у него уменьшается, что? Теплотворные способности пищеварения. У него уменьшается иммунитет, у него вообще уменьшается флёрный организм человека. И плюс высыхание сказывается на суставах. То есть вот не было никаких суставных болезней, а потом потихонечку, чем-то дальше, они выходят на первый план. Это суставные болезни и сердечно-сосудистые. А почему не возникает сердечно-сосудистые? А потому что вот эти вот сосудики, которые у нас идут в производстве, они начинают черстветь от высыхания. Они должны быть эластичны и работают. То расширились, то сжались, то расширились, то сжались. А они перестают уже у нас вот за счёт этого, ну, говорит, работать и начинается, повышается давление. Где-то вообще там закупорка возникает. Опять-таки, с помощью простых вещей, ну, допустим, смотрите, вот если вот так вот говорят, створение организма, что с ним значит происходит. И если знакомы эти два процесса, уже можно с помощью прогревания организма хотя бы в тёплой бане, в тёплой бане противостоять. И особенно, когда наступают сезоны года, связанные с сухостью и холодом, это, как правило, зима, у нас увеличивается количество вот различных болезней, связанных с суставами и с двойностной системой. Противостоять этому можно тем, что мы начинаем принимать масло, можно втирать в тело оливковое масло, которое делает наше тело более эластичным, да? Вот. Если, допустим, мы, ну, там используем какую-то воду, то лучше всего, естественно, там пить такую воду, как тёпленькую. И мы уже за счёт одного этого можем избежать огромное количество всевозможных там заболеваний и насквозь. И лучше себя чувствовать, нежели до этого. Я помню, у меня была такая встреча в Воронеже, и одна женщина, она такая худенькая, ну, пожилая женщина, говорит, ну, Игорь Николаевич, вот что делать? Я мёрзну, я мёрзну, не могу от этого спать. То есть, когда человек мёрзнет, он не может спать, да, в пожилом возрасте. Вот там, у него могут возникать несварения, запоры, ну, вообще, масса таких, да, вещей. А я говорю, вы знаете, что? Вы сделаете следующее, примите ванну, тёплую, а после водите в тело оливковое масло. Оливковое масло, ну, женщины знают, она вот как на морозе, вроде бы тело голое, но она как колготки покрывает, и уже за счёт этого, вот эта плёночка противостоит холоду в какой-то мере. Она это сделала, и уже довольная, на следующий день, буквально, говорит, вот так вот, вот так вот, я сделала вот эту вот вещь, вы знаете, так хорошо, так легко. Вот, можно это сделать, тем самым избежав различных там, ну, ну, каких-то там, ну, не хочу сказать там, ну, там, или так, ну, чего-то такого, что может и довольнить организму человека. То есть, вот я кратко сказал, вот, строение организма, что с ним происходит. И плюс уменьшение, конечно, жизненной силы, жизненной энергии. Об этом никто ничего не говорит. Но, тем не менее, оказывается, жизненную энергию, жизненную силу можно получать. Вот, и за счёт этого чувствуется довольно-таки хорошо. Ну, я забегаю вперёд, пока просто скажу. У кого есть компьютеры, вы можете набрать целебную кулинарию. Я там выложил 70 программ, они совершенно бесплатные. Да, и посмотрите, я там делаю блюдо из проросшей пшеницы. Стать. Вот опять-таки что? Проросшая пшеница, вернее, вот, пшеница, она стоит копейки. Вы можете взять ведро этой пшеницы на базаре, да? Вот. Сами проращивать. По столовой ложечке добавлять себе там в первое блюдо. Этого достаточно. Вы можете по, допустим, столовой ложечке, там, у меня целая передача, помещать в блендер с кисломолочным. Если зубки плохо жуют, а у нас уже большинство уже не так жуются, как хотелось бы. Вот. Все это перемалывается. Туда можете добавить немножечко метка, чего-то там, если там, ну, кинзы, там, можете чуточку крупа. Получается очень вкусное и полезное витаминизированное блюдо. В проросшей пшенице делают выжимки, получают масло из проросшей пшеницы и уже это продают как препарат вердол, который стимулирует потенцию у мужчин. Это вы можете делать бесплатно. Более того, там берется масло, но не берется сам фактор роста. А это большое дело. То есть самое полезное, это фактор роста. Кстати, у кого-то вдруг будут там переломы или еще, для того, чтобы все это быстрее срозлость, вы используете вот этот промышлоп шеничка, они у вас быстренько срознутся. Кишечник будет работать нормально. Опять-таки, знаете, вот я раньше, если что-то там понял, ну, читал из книги, там рассказывал, да, ну, благодаря уже возрасту, что на седьмом десятке я уже как-то там своего накопил достаточно, что рассказываю уже не почитанного, а то, чтобы он было со мной, было там с другими людьми, которых я знаю. теряется зрение, отслаивается сетчатка у человека, он слепнет. И, кстати, у многих сейчас возникают такие проблемы со зрением. А могут там прописать какие-нибудь там витамины или еще там, но они, все эти витамины, они, знаете, как бы сказать, минеральные, это уже, ну-ка, как типа соли, выжимки какие-то, они уже не такие эффективные, как хотелось, как о них заявляют. Зато при рожей пшенице, там есть комплексы этих витаминов, группы В, в самой активной форме, в самой усваиваемой форме. Вы их кушаете. И вот сетчатка у мужчины, который, он, значит, где-то в 50 с лишним лет, она у него начала слепнуть, и отславиться. Значит, ему уже 70 лет, да? Он говорит, что зрение не улучшилось, но оно не улучшилось. Зато прекрасно работает кишечник. У меня полный половной силы. Я себя нормально чувствую. Вот простой проросший пшеницей. Каждый день всей семье может по горсочке, по ложечке столовой насыпать в первое блюдо. Если трудно жуете, жуете в блендер. Вместе с зернами пшеницей, или только ростки. С зернами пшеницей. Представляете, какой плюс получается? Вот пшеница, это крахмалевское блюдо. Когда она начинает прорастать, за счет ферментов, которые имеются, она делает крахмал салатовым сахаром. Оно сладенькое становится. Легко жуется. Наверное, лучше раз одного перемалываю, потому что жена у меня говорит, вот у меня там в зубах там состоит, застрелит или еще. Два раза на блендере. Ну, блендер он мерит за 120 секунд. Раз, если хороший, потом второй раз. Значит, я кладу туда, ну, как говорится, горсточку прорышевого зерна. Значит, примерно грамм 100 творожка, можно 50 грамм творожка. Стакан кефира, какой-то зелени, что мне понравится. И я сластю на чайную ложку, допустим, или две минуты. Все это перемалывается, получается прекрасный коктейль. С утра выпили, и все, ничего не надо. До обеда вы будете себя прекрасно чувствовать. Стул, потенция, все буквально-таки. На следующий день у вас уже все начинает налаживаться. Представляете? Не надо ждать, а это через месяц или дни не будет. Утром не надо, мы ее хорошенько помыли, уже до этого помыли. Просто вон вот. Да, слить. Да. Мы это вылили, она влажненько и стоит. Она влажненько раз, и просто встает. Кстати, когда начинаете пить воду, вот опять-таки немножко зайдем вперед. Вот, вода, она впитывает всю информацию. Вы мыслили, говорите, два всего слова. Пью с любовью и благодарностью. Любовь и благодарность, и сразу же вода становится целебна именно для вас. Все. И дальше, значит, она у вас потихонечку прорастает, вы ее используете, вся семья может питаться две недели. И вы о ней и не думаете. И берете туда. Легко и просто, понимаете? Очень легко и просто. Все это дело, дело. Термообработка не рекомендуется? Никакой термообработки не рекомендуется. Это то, что не рекомендуется. Что? Кукурузу, обез. Кукурузу, обез тоже можно проращивать таким способом. Только там время будет немножечко побольше, скорее всего, насчет кукурузы. И знаете, что вот, опез, он, это, у него стерня, может быть, пожестче быть. И кукуруза тоже, может быть, пожестче, оболочка. А вот у пшеницы как-то нормально это поступает. А там шелуха, то есть шелуха? А я же вот вам и сказал, что вот эта шелуха, может, она вот такая, вот, именно из-за шелухи. Ну, если мощный момент, то, конечно, можно перемолоть, и у вас все получится. Постарайтесь эту пшеницу купить у тех людей, которые используют без этих пестицинов и все такое. Это просто надо знать. Я прихожу, я говорю, я беру пшеницу для себя есть. У него уже там все, там, улечка для питания у нас там, в Ростовской области. А они для того, чтобы как-нибудь живут. Ну, все, и вот сколько мы ни брали, все, все это нормально. А у вас влечащие? Я живу в Ростовской области. А у нас тут влечащие? Ну, не хочу сказать. Не хочу сказать, потому что здесь вроде бы тоже продают пшеницу для проращивания. В магазинах здорового питания, я слышал, что ее продают. Но лучше, вы знаете, вот... Ну, прям, что-то рублей 50 или 60 стоит. Да, но вы лучше, пришнувшись чего, куда-нибудь поедете, вот в область на базар, и купите ведро за эти же 50-60 рублей. И все, и вам хватит на всю силу. Все силу компенсирует. Так зато уж будете чувствовать, понимаете? Так, больше в столовой, ну, больше горсточки не надо есть. А то, кто думает, чаще там будем есть. Нет, она вот действует лучше регулярно, но по-немому. Горсточка в день? Горсточка, да, в день. Вот она. В один день или три раза в день? В один день. В один день один прием. Больше не надо. Главное, что регулярно она будет действовать и приносить отличный результат. Так, если есть какие-то вопросы, а то я тогда сейчас приступлю к индивидуальной конституции, там, возраста, сезонного года, если вот что-то такое. Все ясно. То есть, вот этим вот вопросом я хотел показать, что можно сделать очень много для себя полезного. То есть сейчас огромное количество страдает запорами людей. Портится зрение, нету сил, и плюс реклама, как они там сидят, нету сил на самое главное. Откуда взять, стресс и так далее, и так далее, и так далее. Пожалуйста, у вас будет и это. Ну, как стрессы избежать, это в другой раз мы поговорим. Но, по крайней мере, у вас будут и силы, и возможности, и такие средства, которые позволят вам жить совсем по-другому. То есть, качество жизни у вас поднимется, а это самое важное. Поднимется простыми средствами с минимальными затратами, что очень хорошо, да? Значит, индивидуальная конституция. А мы можем? А? Вопрос. Давайте. А вот овес запаривать лучше его или это, проращивать? Ну, если, смотрите, вообще-то это хороший вопрос. Если вы думаете сделать кашу, лучше всего группы запаривать, конечно, да? Если вы что-то хотите, это, как знаете, банк, полезная, биологически активная добавка, а в которой вы уверены, в которой вы вырастите своими руками, тогда лучше проращивать. И совмещайте. Я иногда и в кашу добавлял, но лучше всего вот в первое блюдо. Я вот, вот, что-то, раз, и нормально. И вот в обед мы садимся, я, ну, кто будет? Обычно я, сын, там немножечко жена, дочка, все такое, сестра. Ну, они все там съели, она мягенькая становится, когда поращивается. И это нормально. Довольные все. А горох и чечевицу можно? Можно и горох, и чечевицу, можно растить, да. И тоже можно ее есть. Ну, насколько она вкусная, я особо не пробовал. Я вот больше на пшенице специализирую. Спасибо. 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 Продолжение следует...